Нет, их я съем сама. Вот так, да. В каком классе ты учишься? Я говорю, в 5,5. Это если почитать по годам. Потому что я знаю, как работаю, да. Оптимистично. Так она наркоманка или она подавала? Нет, она наркоманка, оказывается. Нет, наверное, это мой рай. Про брата акробата в одинаковых кофточках. Как я скучала по тебе, мой курсик. Да, да, да. Всем привет, мои хорошие. С вами Айка Эмири и очаровательная, обворожительная, неповторимая Аскватима, которая просто засмущалась и раскраснилась, пошла домой. Так, здесь у нас... Суши. 90. Вау. Вы просили снимать чаще про суши. Мы вас слушаемся и снимаем то, что вам нравится. Потому что, судя по количеству лайков, просмотров, по вашим комментариям, и это неистовая блогерша, она уже начала есть. Однако... Однако... Ты меня подсадила. Да. Я ненавидела роллы. Вам надоело, что я все время выигрываю, поэтому... Поэтому в этот раз... Выиграет Айка. Шутка, выиграю я. Шутка, никто не выиграет. В этот раз челленджей не будет, потому что мне надоело падать грязью лицом в грязь, да? Грязью лицо, лицо в грязь. Я поняла, что ее победить невозможно. Тем более в роллах. Мне надоело терять свои деньги, поэтому мы не будем устраивать больше челленджей. Я хотела неделю не кушать, подготовиться потом. Но не могу неделю не есть. Ой, как это вкусно. Просьба не повторять методы Айки Эмили в домашних усилинах. И не в домашних тоже. Горячие роллы. Это божественно. Классные, да? 90 штук. Как думаешь, сможем мы съесть эти 90 штук? Ну, про тебя не знаю, но я смогу. Ну, реально, она тоже хорошо ест. Похвали меня. Давай. Красавец. Классно, да? Она с одинаковыми кофточками. Я с утра голодная. Я тоже. Как я ждала этого? Как? Я на одном яблочке. Что вы думаете насчет того, чтобы снять? Асмр вдвоем? Нет. Наверное, это мой рай. Не во всем виновата ты. Вот если бы не ты, у меня не было бы вот этой вот наркомании. Наркомания и сушимания. Предлагаю пойти в спортзал. Мне кажется, пока рано. Когда будем весить? Ой, тогда пойдем. Я реально начала поправляться. Я не знаю, что с этим делать. Ты знаешь, что с этим делать? Пойти в спортзал, да? Смотри, как ловко я беру уже. Ребята, нам надо реально в спортзал. Все пишут, что у нас хороший обмен веществ. Кто-то пишет, что не говорите с набитым ртом. Пишут всякий негатив, там даже иногда ругать. Хочется взять, удалить это, думаю, что дети считают. А потом сразу 10 человек начинают защищать тебя. И сразу как-то рука не поворачивается. Я вам хочу сказать, наши дорогие, что не нужно. Не портите себе нервы. Все равно люди, которые пишут негатив, у них просто, как бы вам сказать... Проблемы. Проблемы личные, психологические, возможно. То есть одно дело выражать свое мнение, что вот это видео неинтересно. А в другое время дело так зло, стерва, не знаю, как-то так. Не приятно, не смотри. Мне один человек, я не знаю, это девочка или мальчик, какой-то странный был ник, под каждым видео писал тваль. Я не понимаю, зачем. Что ее плохого сделать? Так вот, если ты меня смотришь, напиши, пожалуйста, почему я тварь. Я же не тварь, ну не капельки. Это, наверное, он свое имя писал. Можно я рукой съем ролл? Конечно, можно. Он развалился. Можешь даже ногой кушать. Пальчики оближешь. Как это вкусно. Смотрите, какие красивые салфетки у Аки. Зеленые. Это просто я специально покупала для видео, где я кушала котлетки. И там у меня все зеленое было. И котлетки были зеленые. Хотя нет, котлетки не были зеленые. Короче, нам все было зеленое. Но ты была зеленая, и салфетки были зеленые. И пришла зеленая лафать. Я была зеленая. Зеленая. Это символично. Эти салфетки она купила специально для вас, потому что она знает, как вы любите шуршание. Как это мило. Все для вас. Вот хотел сказать, под одним видео написали очень интересный комментарий. Сейчас съем пару роллов, скажу, какой. Сейчас я скажу. Ты тоже уже запиваешь. Ай-яй-яй. Я вчера была в Нью-Йоркере. И там была девушка-консультант. Это надолго тогда еще съем. Это надолго. В общем, мы были с моей подругой Шелли. Я купила такое классное платье. И вот. Можно сказать, что не те, кто слушал. Молодец. Нет, она, оказывается, меня знала. Так было приятно. Короче, под одним видео мне написали. Две взрослые женщины занимаются ерундой. Я подумала, подумала. Посмотрела под столом. Посмотрела направо, налево. Пересмотрела все видео. Пересмотрела все видео. Подумала, может, там чья-то мама мимо проходила. Какие взрослые женщины. Я так и не нашла там взрослых женщин. Может, она имела в виду нас. Об этом я тоже подумала. Проницательная. Ты моя. Дело в том, что, понимаете, я все пытаюсь свыкнуться с мыслью, что взрослая жизнь уже началась. Уже пять лет как пытаюсь. Все еще пытаюсь. А еще не получалось? Пока нет. Пока мои старания отчетны. Все еще пытаюсь. Пытаюсь пытаться. Стараюсь стараться. Мне обидно, когда такое пишут. Мне вообще обидно, когда мне дают больше возраст, чем есть на самом деле. Мне как-то все равно. Мне обычно дают 16. А мне наоборот. Не знаю, почему-то мне много дают. Мне такое обидно становится. Но я что-то почему-то не знаю. Мои соседи, когда с рюкзачком иду куда-то без косметики вообще, думают, что я... В каком классе ты учишься? Я говорю, у меня будет пицца. Это если посчитать по годам. Я сейчас как работаю, да. Капшел здесь не сряют. Капшел здесь не сряют. Тоже мне... А я всего год как работаю. Ну, я два. Вы видите, какой мой аппетит. Сейчас мы не на деньги спорим. Я все равно все съем. Вы поймете, что это не ради денег. Это просто чисто, чтобы не солить ей. Унизить, да? Под нашими видео надо писать дисклеймер, что... Внимание! Данное... Видео не несет цель обидеть или оскорбить друг друга. Вот я с Аян снимала, тоже там пишут. Унижаешь. А я не знаю, что... Аян сама в шоке. Она ржала, когда услышала, что кто-то так написал. Кто? Ты про кого? Это я про тебя. Еще одно слово, и я стрельну в тебя. Нет, я не ревнивая. Абсолютно нет. Ты любишь эти? Угу. Я не очень люблю. Хочешь, я тебе их в твою сторону сделаю? Вот моя подруга. Я не люблю их, а давай я дам их тебе. Нет, есть, которые я люблю. Например, вот эти вот, с сыром. Мне они нравятся. Их ты тоже дашь мне. Нет, их я съем сама. Вот так. Многие люди спрашивают, Фатя, как ты ешь так много суши? Сейчас я вам объясню, как. Смотрите внимательно. Вот так. Вот так. И так 50 раз. И вот так. Я была у Зубнова, и я опаздывала, потому что Фатя должна была прийти, я боялась, что я опять опоздаю. Фатя начинает орать. Я сказала своему зубному, что давай речь, потому что у меня дела. Он сказал, я говорю, я буду кушать роллы. Он сказал, ну да, крутые дела у тебя. И он знаешь, он говорит, я могу съесть сколько угодно. Я говорю, ну сколько ты можешь съесть? 15. И он говорит, да целых 20 могу съесть. Я такая говорю, у меня подруга 55 может съесть. Он говорит, да прям 55. Какая-то она так говорит. Я включаю видео, показываю. Доказатель, считай. Вечер. Дорогой, считай. Он обломался. Да, он там прокрутил, потом посмотрел, видит в конце, она реально съела. Я спросила на этот, сколько лет тренируете? У меня есть друзья, которые считали. Мы все время рассказываем о том, что Айка раньше не любила суши, потом полюбила, бла-бла-бла. А немногие знают, наверное, если там на смоте, что я первый раз вообще... Сейчас попью, расскажу. Сейчас поем еще. Какая шутка. Короче, мы пошли в ресторан первый раз. У нас в городе этот ресторан есть. Есть. У вас тоже в городе есть. В общем, короче. Здесь ресторан. Короче, он называется Мадома. Пошли туда. Но ничего против этого ресторана не имею. Просто первый раз никому не нравится обычно. Мне показалось, что это что-то такое жирное. Съела две штучки, почувствовала, что съела слона. Я вообще не поняла, что я съела. И в чем здесь прикол. Вообще, мне не понравилось. Я когда первый раз попробовала, у меня такое ощущение было, что завоняло сырой рыбой. Вот как только принесли, мы такие все чуть не блеванули. Да ладно. Не порти людям аппетит тоже мне. Ты мне испортишь. Ты говоришь, зачем? Да. Они едят вместе с нами. Кстати, всем приятного аппетита, кто едят вместе с нами, кто ест вместе с нами. Очень вовремя я знаю. Они уже все доели, а хотя жила. Когда я монтирую такое видео, у меня начинается стресс. Я сижу монтирую, думаю, блин, как кушать-то хочется, а? Я наедаюсь, снимаю, то есть наедаюсь, ем, в общем, обеду, ужинаю, потом начинаю монтировать видео. Планирую так, что буду там пить чай, что-то закусывать в процессе и все равно мне всегда помогать. Вообще, я считаю, что это новая какая-то тематика, именно фуд-тематика, как сидеть и кушать на камеру, да? И некоторые не понимают эту новую тему, и люди иногда крутят у виска, например, говорят, что ты снимаешь вообще? Тебе не стыдно за то, что ты вот такое вот снимаешь? Просто хочется сказать, вы просто не в теме реально, вы просто отстали. Да. Кстати, один раз мне одна девушка написала комментарий, что мой ребенок вообще никак не ест ничего, а с вашими видео очень с большим аппетитом кушает, наконец-таки я нашла спасение. Мне было так приятно, что кому-то... Кому-то мы полезны. Кроме себя, да. Да, потому что когда ребенок не кушает, это вообще большая проблема для матери, я это знаю, потому что я в детстве не кушала и маме очень учила. Но в твоем детстве не было Ютуба и не было нато. Да. Нас. Нас в твоем детстве тоже не было. Тебе не хватало меня. Я была одна. А в твоем детстве меня не было. Я же 2008-го отрожде. Да, я 2001-го. Так смешно звучит. Ну что, наелась ты? Нет. Я раньше ненавидела вот эти роллы с огурцом, но сейчас мне нравится. И с сыром нравится, и с огурцом. Очень вкусно. Вообще есть разница, где заказывать. Где-то суши вкуснее, а где-то не очень. То есть, честно, вот эти не так уж. Эти красные еще болели, еще они тут все их раздабили. Да, кто-то как будто сел. Ты прочитала мои мысли. Курьер сел на суши. Мне почему-то суши именно ассоциируется с доставкой. То есть, когда куда-то я иду, например, в ресторан. Я уже тоже не заказываю. Да, мне даже в голову не приходит, что можно заказать суши. Суши – это домашняя еда для меня. Да, уже красная и лучше, чем вот эти, кстати, штучка. Они все такие, как будто их разрезали не до конца, что ли, или не... Их разрезы можно было два сделать из вот этого вот. Огромные. Угу. Мы не пересчитали. Угу. Надо было пересчитать. А вдруг на стынули? Буду посчитать. Посчитайте его. Подпишитесь на наши инстаграмы. Мы же декары. Дайте. Давай попробуй тот, который тебе не нравится. Это с чем? Это с травой? Нет, это... Сушеная рыба сверху. По идее. Сушеная рыба. Такое ощущение, что в деревне бывают... От, как сказать, на срывозянском. Ой, на русском. Форест. В общем, травку на зиму. Для коровы за травку. В общем, забудьте. Какая деревня, Вайки. Забудьте. Но мы этого не слышали. Ай, ну-ну-ну. Форест. Что с вами на травку? Да. Давай я украду твовую дуну сушен с сыром. Украде. Я один раз заказывала роллы, которые вообще прям разваливались. Это было ужасно. То есть их невозможно было вот так вот взять. Они просто разваливаются. И потом в комментариях написали, что это рис очень дешевый. Последняя горячая Айхан. Когда я ехала зубного домой, мне прям сидела и мечтала о том, что я буду вот кушать. но я это не смогу съесть, потому что они меня не очень допустят. Ой. Надо было с тобой спорить. В этот раз. И вот эти закину тебя. Все равно я буду съем. Последний. Любимчик. Неужели ты наялась? Кто смотрелся счастливой вместе? Я. Я посмотрел им пересматриваю после того, как это посадили. По Чукареву. Ее посадили в тюрьму? Не посадили, у нее наркотики нашли. Которая была мамой? Вау. Она ехала за рулем и у нее в нижнем биле нашли тут этот. Для себя она использовала или продала? Для себя, видимо. Я почему это сказала? Потому что он там расстегивал пуговицу на брюках и свой живот в выпусках. Да, я помню. Вообще, это был мой любимый сериал. Я прям его обожала. Да, мне просто как-то грустно стало. Она уже не такая была популярная актриса после этого фильма, по-моему, да? Да. Ну или нет? Но все-таки куда-то ее приглашали в хорошие фильмы. Приглашать приглашали, но уже такой популярности, как раньше уже не было. Но все равно как-то... Я всегда думала, она такая позитивная, не знаю, оптимистичная. Так она наркоманка или она подавала? Нет, она наркоманка, оказывается. Третья интернет об этом говорила. Наверное, тяжело пережить популярность, а потом падение популярности. Но она все равно играла в спектаклях и так далее. Ну, али сектор такой. Ну, сейчас с ним вместе, конечно, очень крутой был сериал. Я считала, что она такая красивая, и почему Глена Муклина всегда про нее так шла. Вообще, я тебе так скажу, ты не знала, что Дарья Сагалова, где Света дочку играла, и вот Даша, сама мама, то есть между ними разница в возрасте была лет пять. Они выглядели действительно, как мать и дочь. Да. Ну, потому что это Дарья Сагалова, да, блондинка, она худая. И она маленькая ростка может быть из-за этого. Ты не можешь напиток дать. Вы знаете, она, кстати, без головы человек. Где Матя Лома? Где Матя? Где Матя? Где Матя? Да, короче, она в жизни такая вообще не как в фильме была. То есть, это парик был на ней рыжий. А, про этот я про Дарья Сагалова. Она в жизни очень серьезная, образованная, умная девушка. Ну, понятное дело, да, это роль. Все играют роли. Она совсем противоположная, вообще такая суперумная. Ну, сериалы я не была фанаткой, если честно. Я больше Моя Прекрасная Няня смотрела. Я Моя Прекрасная Няня тоже смотрела, и это тоже смотрела. Это были любимые сериалы. Любимые сериалы. Потом Папины Дочки смотрела. Это были мои любимые сериалы. Еще Универ больше нравился. Универ обожала тоже. В этот раз мы не доели до конца. Осталось немножечко, но самое главное не это. Пошелестим. Мы очень надеемся, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на эту красавицу. Спасибо, что были с нами. Вас всех очень любил.